Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Добрый день. В Глубоковском районе объявлено ЧАЭС природного характера местного масштаба. В связи с резким потеплением и формированием талых вод в районе оказались потоплены десятки домов и придворовых участков. Спасатели эвакуировали людей. Часть размешана сейчас в сельской школе. Остальные у родственников. В настоящее время сотрудниками местных исполнительных органов, коммунальных служб и пожарными спасателями ведутся работы по отводу воды в селах Прогресс, Глубоко и Тарханка. А еще Белоусовка. В Ускминогорске 17 человек вернулись в свои дома. 23 человека по-прежнему остаются в центре социального обслуживания. Еще 5 человек размещены в интернате. Работы по устранению последствий ведутся и днем, и ночью. За сутки откачано более 12 тысяч кубов воды. Уложено почти 6 тысяч мешкотары с инертным материалом. Проезд на 29-м километре трассы Ускминогорск. Семей обеспечен. Устранен перелив через дорожное полотно. Но потопленными остаются 49 домов и больше 100 придворовых территорий. В афганском городе Лашкаргах в провинции Гельмент прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 15 человек. Еще 50 получили ранения. Есть информация, что инцидент произошел рядом со стадионом. Как сообщают СМИ, со ссылкой на местные власти взрыв устроил террорист-смертник. Другие подробности произошедшего не сообщаются. Более 150 черных дельфинов выбросились на берег в заливе Хэмилин, недалеко от австралийского города Агаста. Причина их поведения неизвестна. Однако, по словам членов экипажа рыболовецких судов, неподалеку от залива было замечено скопление акул. Сейчас спасатели и местные жители ждут прилива, чтобы помочь выжившим дельфинам выбраться на глубину. Отмечу, дельфины-гринды в длину могут достигать 8 метров. Их вес в среднем составляет 800 килограммов. Они предпочитают открытое море. И встретить их у побережья можно крайне редко. Террористическая угроза во Франции продолжает оставаться крайне высокой. Об этом заявил глава МВД страны Жерар Калон. По последним данным, в результате серии нападений на юге Франции погибли 3 человека. 5 человек пострадали. Трое из них в критическом состоянии. Напомню, три нападения один за другим произошли во французском департаменте ОТ. Накануне Радуан Лагдим, 26-летний выходец из Марокко, проживавший в Каркасоне, сначала напал на автомобилиста, ранил водителя и убил пассажира. Отобрал машину и напал на полицейский патруль. Затем мужчина приехал к супермаркету в соседней коммуне Трепость, захватил там заложников в ходе штурма здания. Лагдим был ликвидирован, а заложники освобождены. Власти расценивают случившийся как теракт. Армия Сирии освободила от террористов еще два города. Восточной Гути под контроль правительства перешли Эйнтерма и Хараста. Некогда крупнейшие оплоты радикалов. По словам военных, сейчас в руках боевиков остается только один населенный пункт Дума. После его освобождения пригорода Маска будет полностью свободным от террористов. Отмечу, сирийские военные ведут боевые действия против террористов в перерывах между гуманитарными паузами, которые действуют в Восточной Гути с 9 утра до 2 часов дня почти месяц. За это время из пригорода вывезли около 90 тысяч мирных жителей. Почти 2500 женщин в прошлом году смогли обрести счастье материнства с помощью специалистов столичного перинатального центра. В нем есть все необходимое, чтобы оказать помощь как будущим мамам, так и новорожденным. Ирнур Дажанов с подробностями. Алия Сугербаева не нарадуется новорожденной дочери. Малышка растет абсолютно здоровой. Но возможен был и другой сценарий. Женщина забеременела в 42 года. А в таком возрасте, как отмечают врачи, велик риск родить ребенка с отклонениями. Опытная мама решила перестраховаться и довериться специалистам перинатального центра. Дело в том, что это мой третий ребенок. И мне было 42 года. Более того, это предстояли третьи кесарево сечения. Поэтому меня перенаправили в перинатальный центр. Поставили там на учет. Я встретила очень внимательных врачей, замечательных медсестер, которые ухаживали за мной в буквальном смысле этого слова. В перинатальном центре готовы браться за самый тяжелый случай, если есть хоть малейшая надежда. Современные методы диагностики позволяют врачам выявлять уроженец, патологии и осложнения. Исходя из результатов, составляется индивидуальный план ведения беременности. У нас в отделении особенностью является то, что есть мультидисциплинарный консилиум, в составе которого есть профессора. Пульмонолог, кардиолог, профессор-эндокринолог, доценты кафедры акушерства и гинекологии. И пациентам, которые нуждаются, имеют отягощенный анамнез, тяжелое эстрогенитальное заболевание, оказывается своевременной консультацией. Бывают случаи, когда роженицам рекомендуют прервать беременность из-за опасной патологии. Это, как говорят врачи, может неблагоприятно отразиться не только на будущем ребенке, но и на самой женщине. Конечное решение принимают родители. За 2017 год в столичном перинатальном центре было всего три подобных случая. В целом, в прошлом году здесь помогли испытать радость материнства почти 2,5 тысячам рожениц. Ярнур Душанов, Адель Тулемис, Хабар-24, Астана. Теперь в национальную игру Тахас-Кумалак можно играть в любой точке мира. Для этого достаточно иметь под рукой смартфон. Специальное приложение разработали студенты Евразийского национального университета имени Льва Гумилева и презентовали его специально к Наурызу. Как пришла идея перевести древнюю игру в цифровой формат, расскажет Марк Брешко. Раньше для игры в Тугас-Кумалак использовали специальные камни и доску. Сегодня для этого нужно лишь мобильное устройство. Авторы этого приложения три друга – Мейрхан, Махмуд и Лизбек. Студенты презентовали игру специально к Наурызу. Сейчас уже вы можете скачать ее из App Store или Play Market. Просто если вы введете название Тугас-Кумалак, то первой же строчкой будет наша игра. Потому что она набрала популярность за короткое время. Буквально еще месяца не прошло, как мы ее опубликовали. По своей сложности Тугас-Кумалак ничем не уступает шахматам. В народе эту казахскую игру называли алгеброй пастухов. Она помогает развитию интеллектуальных способностей, учить логическому мышлению. Создать цифровой аналог древней игры студентам подсказал их учитель. Сейчас друзья работают над новым проектом. Электронный Тугас-Кумалак станет одним из уровней компьютерной игры по мотивам произведения Мухтара Ауэзова «Коксирек». Это более масштабный проект. Лизбек разрабатывал графику, Махмуд потрудился над созданием разных уровней сложности. Ну, а за мной стоит задача разместить все это на платформах Android и iOS. Искусственный интеллект является системой, которая моделирует деятельность мозга человека. То есть в данном случае она очень важна в нашем приложении. Потому что сама игра, она рассчитана на двух человек. Но бывают такие случаи, когда вы не можете найти другого человека, и вам приходится искать другие выходы. И этим выходом является модуль искусственного интеллекта. То есть вы запускаете игру, выбираете уровень сложности и дальше играете. То есть у нас рассмотрены четыре уровня сложности. Юные разработчики не собираются останавливаться на достигнутом. Недавно они выиграли городской конкурс на лучший инновационный проект. И теперь взялись за разработку новой идеи. Она связана со сферой пассажироперевозок. Не исключено, что в скором времени мы вновь услышим о молодых изобретателях. Марк Брюшко, Рауан Менбаев, Ерзат Заидхан, Хабар-24, Астана. Сборная Казахстана по футболу забила три гола сборной Венгрии и одержала победу. Встреча, которая состоялась в Будапеште, завершилась со счетом 3-2 в пользу казахстанской сборной. Хозяева поля много атаковали, но молодой состав сборной Казахстана показал сильную игру и вырвал победу на европейском стадионе. Репортаж Аида Кадырбай. Начало товарищеского матча между сборными Казахстана и Венгрии получилось очень яркое. Уже на седьмой минуте первый гол забил казахстанский игрок Роман Муртазаев. А на десятой минуте гол на свой счет записал Бахтияр Зайнудинов. Казахстан! 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 Казахстан отправил Адам Салаей. Во втором – Кристиан Немет. В захватывающей игре успешно дебютировал за национальную сборную Казахстана 18-летний Ерки Булансий Дахмет, экс-нападающий российской Уфы, которого называет «казахский месси». Именно его удар принес нашей сборной победу. Напомним, что этот матч также является дебютным для главного тренера сборной Казахстана – болгарина Станимира Стоилова. У меня такие эмоции, меня они переполняют. Я очень рада, я так горжусь, так горжусь, особенно, когда ты находишься на территории другой страны. Победа наша! Сегодня будем праздновать! Спасибо огромное за игру! На послематчевой пресс-конференции тренеры поблагодарили команду за яркие моменты, которые держали в напряжении болельщиков на протяжении всей игры. Я доволен от организация и дисциплина в игре, которая показала моя команда. Доволен от уверенности, которая боя в мои футболисты. Я хотел, чтобы они играть одинаково в фаза атака и фаза барона. Не случайно я вчера сказал, что качество казахстанских футболистов не отвечает на 136 место, которое находится в Казахстане в рейтинге. Думаю, что унгарская команда тоже показала хороший футбол, отличный. Видно, что команда высокая уродная. Впрочем, тренер венгерской сборной был явно недоволен, что его команда проспала первые атаки. Было бы удивительно, если бы все наши решения сразу же сработали правильно. Я недоволен, хотя рад, что игроки были настроены показать характер. Дело в том, что нельзя отдавать сопернику первые минуты в качестве подарка. Во втором тайме, благодаря заменам, мы играли лучше, но я не могу быть этим удовлетворен. 26 марта сборная Казахстана сыграет еще один товарищеский матч. В венгерском фельдчете состоится встреча с командой Болгарии. На подготовку к игре у нашей сборной немного времени, но успех после первой победы дает надежды на новые завоевания в Европе. Аида Кадырба и Михаил Мищенко, Хабар 24, из Будапешта. Отбор на чемпионат мира и Азии среди юниоров по вольной борьбе прошел в октябре. Со всех областей съехались почти 400 юношей и девушек. В первый день чемпионата прошли женские поединки в 10 весовых категориях. Участие в них приняли около 80 спортсменок. А вот навыки юношей оценивала строгая жюри и почетный гость. Турнир опятикратный чемпион мира по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов. По его признанию, на ковре он увидел много талантливых ребят, с которыми еще предстоит поработать. Главная цель сегодня подготовить чемпионов мира, а также олимпийцев по вольной борьбе. Для этого и была открыта Академия в Алматы. Хаджимурат Гацалов не исключил, что туда пригласят и актюбинских спортсменов, подающих большие надежды. У нас здесь участвуют чемпионы мира, призеры мира, победители таких значимых соревнований, как Дети Азии и различных международных турниров. И в каждом регионе у нас практически работают федерации областные, также республиканская федерация у нас хорошо работает. Сейчас открылась у нас Академия спорта по вольной борьбе. Потенциал, в принципе, по всему Казахстану есть. Интернаты есть, школы есть. И занимающихся много, системы самой чуть-чуть, вот именно в спорте нужно ее усовершенствовать. А так, в целом, ребята хотят, желание есть, рвутся, как бы есть такие бойцовские качества. Поэтому им нужно просто их правильно выводить на другой, на мировой уровень. Нужно, чтобы они были профессионалами, не просто любителями. Тогда будет результат на мировом уровне. Больше новостей вы можете найти на нашем сайте 24.kz. А у меня пока все. Хорошего дня. Субтитры предоставил DimaTorzok